1963 год. Режиссер Альфред Хичкок выпускает на экраны фильм ужасов под названием «Птицы». Казалось, что сама идея этого фильма была провальной. Очень трудно представить голубя или чайку в виде чудовища. На роль монстров, терроризирующих людей, скорее подходят крысы-мутанты или животные с огромными глазами и страшными клыками. От этих животных трудно ожидать каких-то агрессивных действий. Хотя случалось, что и попугаи становились практически даже убийцами людей. Такие случаи бывали, когда долбали просто человека в висок и своим клювом, и все. Но на самом деле есть более достойные представители животного мира для этого. Например, какие-то собаки со страшными мордами. К удивлению скептиков, фильм «Птицы» имел бешеный успех. А Альфред Хичкок впоследствии скажет, что взялся за эту работу лишь потому, что посмотрел на птиц, как на разумную цивилизацию, которая может дать отпор любым вмешательствам со стороны, в том числе и людям. Голуби, галки, серые вороны, юркие пичуги. Мы их встречаем на каждом шагу и редко задумываемся над тем, что в условиях мегаполиса, без разума и интеллекта, они вряд ли бы адаптировались и выжили. Вот что настоящая адаптация. Это, скажем, классический пример, как в начале прошлого века в Англии синицы научились откупоривать молочные бутылки, которые молочники оставляли на крыльце. А в последнее время в Москве стали появляться скворцы, которые активно выпрашивают у людей корм. Они просто подбегают к человеку, трепещут крылышками, щебечут. Ну, в общем, только очень жестокосерный человек не покрошит булочку, если она у него есть в руке. Адаптируясь в городах, птицы постепенно начинают доставлять жителям определенные неудобства. Рим, столица Италии. Уже более 10 лет сюда на зимовку прилетают скворцы из северо-восточной Европы. В это время римляне стараются лишний раз не выходить из домов. Виной тому птичий помет, падающий с неба, не только на уникальные памятники, но и на горожан. Страдают и автомобилисты. Десятки птиц сталкиваются с лобовыми стеклами и нередко становятся причиной аварии. А это уже Россия. Кубань. Последние несколько зим скворцы атакуют фермы. В 2012 году птицы установили своеобразный рекорд. На зимовку слетелись сотни тысяч пернатых. Они оккупировали не только поля и ангары, воруя пищу у скота. Они приспособились в морозы греться на коровах. Не ферма, а гигантский скворечник. Каждую зиму кубанские коровы испытывают стресс. Падают на дои. Компании терпят колоссальные убытки. Не помогают ни надувные мячики пугала с устрашающими зеркальными глазами. Ни специальные газовые пушки, вызывающие громкий звук. Скворцы уже и пушки воспринимают, как источник тепла. Они постепенно привыкают и сокращают вот эту дистанцию вспугивания, беспокойства. Дистанцию, на которой птица может, скажем там, спокойно кормиться или отдыхать, не обращая внимания на человека. А это уже своенравные городские вороны. Мы видим, как птица раскалывает орехи с помощью автомобилей. Если бы поблизости ходили трамваи, то не сомневайтесь, ворона выбрала бы для раскалывания ореха более тяжелый транспорт, поскольку трамвай выполнит эту операцию быстрее. Как только вегетарианская пища и отбросы помоек надоедают, ворона летит к ближайшему водоему, чтобы полакомиться рыбой. Ворона знает, что один из рыбаков рано или поздно отойдет от лунки по нужде. А чтобы вытащить попавшуюся на крючок добычу, ей достаточно один раз понаблюдать за действиями рыбака. Весь мой опыт общения с птицами говорит о том, что птицы самых разных групп интеллектом владеют. Павлов был неправ, что у животных одни рефлексы. Те, кто держали мелких воробьиных птиц, тоже очень часто рассказывают, что эти птицы демонстрируют очень замечательную сообразительность. Ну, вороны, видимо, да, рекордсмены. Так же, как среди людей есть люди с одним IQ и с очень низким IQ. Сегодня международная группа экспертов-орнитологов призывают ученый мир пересмотреть и обновить карту птичьего мозга. Последнему описанию структуры мозга птицы более ста лет. Но современные факты уже никак не соответствуют выводам ученых начала прошлого века. Словно птицы поумнели за последние десятилетия. Вороны способны к умозаключению, к умозаключению, к так называемому транзитивному умозаключению. То есть, получив информацию о том, что А больше Б, что Б больше С, они, ну, в определенном опыте могут сделать заключение о том, что А больше С. Несмотря на то, что мозг вороны весит около трех граммов, пропорция между мозгом и телом у нее такая же, как у человека. А подкорковые узлы вовсе не примитивная область, как считалось раньше, а сложный центр обработки информации, не уступающий даже млекопитающим. Очень забавную историю рассказывал мой друг, орнитолог, он видел, ворону, которая сидела рядом с тротуаром с невинным видом, и когда человек проходил, она вслед ему смеялась таким ехидным, старушечным смехом, а потом с любопытством смотрела, как человек на это реагирует. Ну, сами представляете, это как по телевидению показывают, вот всякие сюжеты с подставами, это приблизительно то же самое. На биологическом факультете Московского государственного университета уже более полувека наблюдают за повадками ворон, ставя многочисленные опыты. Задача птицы была обучиться тому, что корм всегда лежит под карточкой в соответствующий образцу. Вот эта карточка-образец, она ничего не накрывает, она просто лежит. Вот это две карточки накрывают кормушки. Под одной ничего нет, под другой лежит корм. Нужно усвоить некое правило. Правило такое, вот видишь образец, выбирай такую же. Несмотря на то, что мы напугали ворону видеокамерой и ярким светом прожектора, птица находит банку с аппетитными червяками. Карточки кладут разные, с рисунками и цифрами, но ворона, сравнив образцы, легко определяет, где еда. Впрочем, на воле воронам, да и другим птицам приходится решать более сложные задачи. Если хочется съесть червяка или личинку, а дупло не позволяет достать жертву, то в ход идут хитроумные приспособления. Этот факт опровергает общепринятое мнение о том, что орудия труда могут задействовать лишь обезьяны, а точнее приматы. Оказывается, и птицы. Кроме того, опыты показали, что не только попугаи, но и другие виды птиц легко обучаются языку других животных. Вот, например, из гнезда выпал птенец. Кошка устремилась к нему. Птицы, естественно, всем семейством атакуют животное, спасая птенца. А в это время одна из ворон, спрятавшись за деревьями, начинает мяукать, то есть подражать кошачьему мяу-мяу. И происходит удивительно. Кошка бросает птенца и уходит на зов. Вороны также способны запоминать и повторять слова за людьми. В 80-х годах в Соединенных Штатах сделали такой опыт, то есть действительно научили говорить, ну, понятно, как и попугаи, это отдельные слова, фразы. В общем, ворона обычная, серая, в общем, сумела это сделать. Говорящие птицы всегда рассматривались людьми, как посланцы сверхъестественных сил. В разных религиях и культурах они представляли связующее звено между людьми и божествами. Сегодня известны попугаи-полиглоты, разговаривающие на арабском, персидском и английском языках. В их словарном запасе до 500 слов. Кроме того, попугаи различают предметы, цвета и даже могут пояснить, в чем их отличие. Поэтому многие специалисты утверждают, что зачастую птицы догадываются о значении произносимых слов. Говорят, что интеллект такого пугая приравенится к интеллекту пятилетнего ребенка. Но не то, что вот это как ребенок он все это может делать, по реакциям на действия. То есть вот ты уходишь в туалет, может раздаться заранее звук спускаемого бачка. Ты открываешь дверь, вот она скрипит, он скрипит заранее. Вот вы вошли, это было привет, привет, привет. Он не кричал пока. Вот вы будете уходить, он закричит пока-ка. У меня теперь все друзья говорят пока-ка. Иди сюда. Иди сюда. Иди пицелуй. Хорошо, хорошо, смотри. Что у меня есть? Савва красивый? Савва хороший. Хороший. Савва красивый? Савва красивый. Красивый, ну молодец, на тебе красивый, Савва. Помимо дара подражательства, Савва хороший охранник. Своим крепким клювом он может забить до смерти любого злоумышленника или вора. Если ему что-то не так, ну во-первых, он долбануть, конечно, прилично может. То есть он вот этим клювом, несмотря на то, что я многое еще не понимаю, по-моему, птица неизвестно, у него шейка, вот она такая, она толщиной, наверное, чуть больше моего пальца. А клюв вот этот мощнейший. И вот этим клювом мощнейшим он спокойно колет грецкие орехи. Когда-то древние римляне знатных родов для обучения попугаев нанимали учителей. А стоила такая птица намного дороже, чем молодой, сильный раб. Древние китайцы, одержимые поиском эликсира вечной молодости, присвоили попугаям за их долгожительство символ вечной жизни. Африканские шаманы считали, что эти птицы наделены способностями ясновидения и телепатии. Они настолько умные, что общаться с ними можно не только словами, но и усилием мысли. В принципе. Они понимают все, что у нас в организме происходит, понимают наши мысли, боимся мы, злимся мы или любим их. В общем, они все понимают. Они способны говорить и думать, что говорят. Заводчики птиц уже давно заметили особенность пернатых чувствовать своих хозяев на расстоянии. По крайней мере, почувствовать приход хозяина за 15-20 минут до его прихода они чувствуют. То есть, они меняют сразу свое поведение. У меня был попугай, который менял свое поведение, Александрийский попугай, именно перед тем, как я приду домой. Это вот отмечали все домочадцы. То есть, он начинал по-другому говорить, по-другому свистеть, по-другому издавать звуки. Другое поведение совершенно было. Впрочем, способность чувствовать события на расстоянии присуща всем пернатым. Секретные эксперименты по изучению физиологических особенностей птиц проводились военными еще в прошлом веке. Мне рассказывали физиологи, что несколько птиц изучали на берегу, поместили на берегу, а их птенцов поместили на подводной лодке и погрузили где-то в нескольких метрах от берега достаточную глубину. Этих птенцов там просто попросту начали мучить на этой подводной лодке, и птицы начали бешено, мамы птицы, начали вести себя неадекватно на берегу. То есть, они почувствовали, как они почувствовали, что что-то происходит с их птенцами. Относительно недавно американские исследователи, изучая орлов, сделали сенсационный вывод. Оказывается, эта птица безошибочно предчувствует событие за 5-7 часов. То есть, действительно, орлы воспринимают информацию благодаря своему ясновидению. орел видит будущее за счет посылаемых биологических импульсов. Одни импульсы исходят из глаз, другие от тела и перьев. Такое сочетание позволяет орлу сканировать информацию в пространстве, опережая время. Добавим, что орлиный глаз воспринимает происходящее со скоростью 4000 кадров в минуту. Если бы человек обладал таким зрением, то мог бы видеть полет пули в замедленной съемке и воспринимать ее, как воспринимает в обычной жизни летящую муху. А еще, имея орлиное зрение, люди бы видели ползающих по земле муравьев с крыши десятиэтажного дома. Вообще, зрение у большинства птиц и у хищного орла, и у мирного голубя имеет интересные особенности. Устройство глаз таково, они выпуклые, и он видит и перед собой, и сзади. Есть какой-то мертвый из мертвых зонок, где он не наблюдает. Вот если вот в эту мертвую зону попасть, то можно подойти. Но человек большой, поэтому он в эту мертвую зону понеститься не может. Так что это все. все еще изучается. Но вернемся к птичьим способностям к ясновидению. Изучение страусов показало, что они предвидят события как минимум на минуту вперед. Страус прячет голову в песок, когда ему на самом деле ничего не угрожает. Им можно поклевать песок и гравий, чтобы улучшить пищеварение. Кроме того, так он расслабляет мышцы шеи, одновременно прислушиваясь к звукам, исходящим от земли. Как только страус чувствует опасность, то сразу дает стрякача, чтобы оказаться вдали от места потенциальной угрозы. Исследование способностей к ясновидению птиц еще только на начальном этапе. Да что там ясновидение? Никто не может объяснить, как птицам от маленького голубя до крупного альбатроса удается в полете создавать эффект антигравитации, равномерно распределяя подъемную силу ветра от головы до кончика хвоста. Могут даже переворачиваться в воздух неоднократно, то есть делают на цирковом языке наверное сальто, скажем так, и могут и через хвост, и через голову, и через крыло, то есть вариантов куча. Фольклористы и специалисты, ну зоологи такие романтически настроены считают, что образ нашей знаменитой билибинской птицы, жар-птицы, которые как бы благополучно существуют в сказках и в преданиях и в былинах наших, он просто не возник на пустом месте, что были какие-то вот такие странные сущности, иначе их не назовешь. Энелоли это какие-то техногенные или это какой-то вид приходящий из другого измерения или просто это неизвестная форма жизни, которая живет рядом с нами на планете. Есть предположение, что в 106 году до нашей эры Рим загорелся в связи с налетом птиц-поджигателей. Им также приписывают колоссальный пожар в Пуэрто-Рико и многое-многое другое. Знаменитый там великий лондонский пожар там 1666 года, когда сгорел просто дотла весь Лондон деревянный, говорят, что вот тоже был вызван какими-то такими странными птицами-налетчиками. Нельзя не вспомнить и события, произошедшие 11 сентября в Нью-Йорке. Нет, не те события, когда в башни близнецы врезались самолеты, а те, которые произошли на полвека раньше. 11 сентября, как ни странно, дата это просто заставляет вздрогнуть, но с 1948 года и тоже с небоскребом, и тоже в Нью-Йорке, и тогда это был единственный крупный небоскреб, Empire State Building, который подвергся нападению вот этих огненных птиц, то есть на уровне там 40-50-х этажей, десятки, если не сотни этих птиц непонятных бились об окнах, стекла, били, разбивали эти стекла, падали вместе с битым стеклом на землю, и через некоторое время почему-то происходили какие-то с ними странные перетрубации, какие-то изменения, они таяли на глазах. Полиция Нью-Йорка сбилась с ног, пытаясь предотвратить панику и в то же время очистить тротуары от упавших крылатых существ. И вот несколько таких вот созданий, гарпий, как условно можно их назвать, и называли их так следователи и полицейские, их складывали просто в стеклянные банки и пытались отнести куда-то сначала в полицейский участок, а потом передать, может быть, ученым. Но они прямо на глазах в этих банках они истаивали просто за полчаса, за час. Они и так-то, когда летали, когда их видели, говорили, что они не имеют что-то их очертаний, что они как бы расплываются в воздухе, то они появляются в одном месте, то в другом. Такое ощущение, что они просто меняли не только собственную конфигурацию, но и просто они переходили из одного измерения в другое. Однако, сегодняшний уровень знаний не позволяет принять эту версию. Для большинства она скорее выглядит фантастикой. К тому же все фотопленки, на которых американские исследователи запечатлели в инфракрасном излучении птиц-поджигателей, исчезли в лабораториях Пентагона. Впрочем, нельзя исключать, что мертвые дрозды, падающие с неба в 2011 году, это результат экспериментов по воздействию на погоду или секретные опыты по использованию птиц в бактериологической войне. Такие опыты проводились всегда. Когда-то на флоте и в армии создавались специальные подразделения, изучающие птиц на предмет их миграции, чтобы затем заразить их вирусами. Цель понятна. Зараженные перелетные птицы должны вызвать эпидемию на территории противника. Вот только почему-то военные до сих пор не могут воплотить эту идею в жизнь. Словно птицы понимают их злой умысел и не желают в этом участвовать. Попытки были еще в 30-е годы, но они не увенчались успехом. Попытки такие я знаю и в 80-е годы проводились. Но, по-моему, тоже дальше каких-то опытов дело не пошло. на протяжении всей истории птицы уберегли жизни сотен тысяч людей. Начиная с гусей, которые спасли Рим, разбудив ночью римлян во время нападения врагов, и заканчивая почтовыми голубями, обеспечивающими связь во время войны или во время стихийных бедствий, когда телефонная или телеграфная связь повреждены. Что такое голубь? Голубь одной записочкой мог принести координаты врага, расположенные, да, и по этим координатам, извини, гладили. Вот так сказать, Сталинградская битва, там тоже участвовали голуби. Вот. И никто никогда не отметил это дело. В условиях пулеметного и орудийного огня голуби доставляли в командный пункт разведданные о расположении врага. Голубиная почта работала устойчиво, хотя и с большими потерями. Разведчики брали ранец с собой, значит, писали два-три голубя, чтобы подстраховать, потому что Гитлер издал указ почтов голубей расстреливать везде. Вот. И там, значит, они три записки, допустим, одинаковые вешали, три голубя выпускали, и он летел. И вот он прилетая, спецы брали эту записочку из разведки и определяли, какой род войск, какое количество, какой силы, мощности все это стоит. Представляете, все же можно было узнать. Вот из нескольких слов и координат. После этого наша Катюша прогладит это место, как положено, и пошли уже там танки, все. Предпринимались даже попытки использовать голубей в качестве диверсантов. Их обучали поджигать миниатюрными зажигательными средствами фашистские самолеты, находящиеся на аэродромах. С помощью голубей в боевых условиях научились оценивать уровень зараженности воздуха химическими веществами. В нашей стране к тяжелым будням голубеводов и заслугам их птиц всегда относились сдержанно. А вот в Великобритании подвиг голубя увековечен в бронзе. В Британии стоит единственный в мире памятник почтовой голубке, которая спасла подводную лодку. Значит, когда вот там торпедировали немцы во время войны. После успешно проведенной операции английская подводная лодка возвращалась на базу. Однако минные тральщики и самолеты врага ее обнаружили и стали забрасывать глубинными бомбами. Рули и система всплытия субмарины пришли в негодность. Подводников ожидала смерть. Их спасло только то, что на боевое дежурство моряки всегда брали с собой почтовых голубей. из подводной лодки выпущен был через торпедный отсек контейнер, специально оборудованный, Поднявшись на поверхность, он открылся, и голубка это вылетел и принесла весь с координатами, где находится эта подводная лодка, и экипаж был спасен. После этого какими-то большими приказами ей поставили память. за способность отрываться от земли и подниматься к солнцу птиц начали боготворить еще в древности. Среди разных народов бытуют легенды об удивительной расе крылатых существ под названием люди-птицы. Лицо у них человеческое, а другие части тела как будто бы позаимствованы у птиц. Древнеславянский алконост считалось птицей любви, а сирен птицей смерти. Лапы от одного животного, клюв или нос почти человеческий, как на некоторых рисунках, от другого. На востоке, в Персии, в Египте, в других странах среднего востока это птица симург, которая тоже похожа и на сирена, похожа и на гаруду. Но вот некоторые ученые считают все-таки, что все и наши и отечественные в смысле и восточные какие-то птицы и даже те, которых рисовали у себя там на скалах индейцы в Северной и Южной Америке, они все все восходят к какому-то общему предку. Для официальной науки дошедшие до нас изображения это метафора любви и смерти, добра и зла. Но некоторые исследователи с такой трактовкой не согласны. Ведь о встрече с летающим человеком писал Владимир Клавдиевич Арсеньев, известный путешественник и авторитетный ученый. Он его так описал. Он не подпадал ни под какие критерии абсолютно, хотя Арсеньев прекрасно знал природу Дальнего Востока и он мог описать любого зверя, он описывал прекрасно и четко, как зоолог, как географ. Тут он обошелся общими словами. Он слышал шелест крыльев, увидел непонятное существо, которое воспарило, взмыло над рекой и четко различил человеческую фигуру с крыльями, которая была настолько близко от него, что он почувствовал даже ветер. Вот на этих относительно недавно рассекреченных фото и видеоматериалах можно увидеть различных непонятных существ. Эти выловленные сирены, речные русалки, всевозможные гибриды рыб и других животных вовсе не метафора. Это реальные представители какой-то неведанной цивилизации, проживающей рядом с нами. И, видимо, существуют не только водоплавающие, но и летающие гибриды. По крайней мере, истории о встречах с ними встречаются не так уж редко и сегодня. Такие же истории стали повторяться в Центральной Америке и в США и опять же в Индонезии. И тогда во всех газетах, местных провинциальных газетах появились статьи о так называемом человеке-сове. Человек-сова, человек-мотылек, а потом и возник фильм. Человек-мотылек известный фильм, тоже не на пустом месте, тоже на основании этих событий. Я уж не говорю о фильме Бэтмен, который конечно же не мог возникнуть просто так, а основан на слухах о вот таком существе, которое где-то водится в новом свете, а оказывается еще и в Англии, оказывается еще у нас на Дальнем Востоке. И вот именно благодаря ему кинематографисты создают свои шедевры. По версии криптозоологов, люди-птицы, которые могут существовать сегодня, имеют недюжинную силу, но очень осторожны и даже пугливы. Что их отличает по наблюдениям всех свидетелей, это, конечно, огромные горящие глаза. Это вот то, что сразу отбрасывает версию о природном характере, каком-то естественно-научном характере происхождения этих существ. то, что горят глаза, и они большие, здесь есть какой-то элемент техногенного чего-то все-таки. То есть надо рассматривать, конечно, вопрос о каком-то вмешательстве других сил, других, может быть, другого человечества, других людей, которые живут рядом с нами на нашей планете. Впрочем, нельзя исключать, что находки водоплавающих и летающих гибридов это результат экспериментов людей. Известный фантаст Александр Беляев, описывая морского дьявола в своем произведении «Человек-амфибия», хорошо знал о секретных опытах по пересадке людям жабр-акулы. А в его произведении «Ариэль» о летающем мальчике чувствуется прекрасная информированность об уникальной операции медиков прошлого столетия. Операция была сделана некими броминами в Индии в 30-е, 20-е годы 20-го века. И такие вещи действительно происходили, и Беляев это знал. Беляев следил из-за научной прессы, у него были друзья в научных институтах Москвы и Ленинграда, где он жил, в Пушкино жил под Ленинградом. Эксперименты по созданию людей-птиц проводились и в России, на заре советской власти. Партийная и советская верхушка была озадачена своим долголетием и не жалела средств на всевозможные исследования, в том числе и на эксперименты по левитации. При ОГПУ, а впоследствии НКВД, создается специальный отдел, который и занимается всем этим. И есть сведения, что многие из этих опытов увенчались успехом. В 30-е годы все это было закрыто, все абсолютно сотрудники были уничтожены, просто не то, что репрессированы, а просто расстреляны. И дела все эти до сих пор находятся в архивах под грифом «секретно» и не разглашать в течение чуть ли не ста лет. То есть это закрытая информация. Почему это происходит, никто объяснить не может. И все же рассказы писателей-фантастов и сказочников нередко уводят читателей от реальной картины мира. Когда-то Ганс Христиан Андерсон в своей сказке «Снежная королева» обманул детей, написав, что ворона невеста ворона. И до сих пор многие ошибочно полагают, что ворон это самец вороной. На самом деле это совершенно другой вид птиц. Они намного крупнее, весят больше килограмма. Хотя по интеллекту ворон и ворона схожи. Во время опасности могут объединяться и даже еду прячут одинаково. Посмотрите, как птица маскирует остатки вареной картошки. В ход идет все, что лежит под клювом, начиная от мобильного телефона. Ворон Сергея обидчив и мстителен. Оставить его на один день, все. Уставит голдеж, кричит. Если я прихожу, уже меня знает, за несколько метров, если даже меня не видно, видит. Начинает орать сильно. Все, пришла мамка, как бы. Надо жрать, чтобы поздоровался обязательно. Не поздоровываешься, все. Это обидеться, и на полдня можно даже ничего не хавать, ничего. Что же касается ворон, то они едят все. А помоек в Москве предостаточно. Сегодня в столице больше миллиона этих хитроумных птиц. То есть на 10 москвичей приходится примерно одна ворона. А ведь еще 20 лет назад этих птиц было в 10 раз меньше. объединяясь вороны нападают на собак и кошек. Сегодня они так осмелели, что стаями гоняют ястребов и соколов. И уже известно много случаев, когда вороны нападали на людей. В прошлом году я готовила еду на кухне. Окно было открыто, и вдруг в стекло со всей силы ударилась большая черная ворона клювом. Я очень испугалась и заорала на нее уйди идиотка что-то ругательное крикнула, замахала полотенцем на нее. Она сделала мертвую петлю и загадила мне все окно. На следующий день, когда я вышла на работу, эта же самая большая жирная ворона просто настолько сильно клюнула мне в макушку. Состояние было, конечно, шоковое. они как люди стремятся к власти. Каждая ворона пытается занять место выше своей соплеменницы. Когда вороны располагаются на домах или деревьях, можно сразу увидеть, где цари, где вельможи, где генералы, а где рядовой состав. все манеры они перенимают людей. И, возможно, ждут то время, когда можно будет нанести человечеству решающий удар. А ведь уничтожать их бесполезно. Во-первых, на место одной убитой пары селятся три-четыре семьи. И отстрел этих птиц вопреки логике увеличивает их численность. Во-вторых, если разорять вороньи гнезда, то самки начинают откладывать яйца в огромных количествах. В-третьих, по одной из версий, предками ворон были динозавры. Поэтому их тело прикрывают прочные эластичные перья. Чешуйки перьев у каждого нового поколения все прочнее и прочнее. И не исключено, что через несколько столетий крылья ворон будут походить на кольчугу или бронежилет. Наиболее романтически настроенные зоологи не исключают, что потомки этой птицы могли уцелеть и до сих пор проживают в отдаленных уголках мира. Я сам в Техасе когда был видел следы какой-то гигантской птицы. Рассказов много было, так сказать, что вот прилетает по ночам по описаниям чуть ли это что-то похоже на птеродактиля птицы-ящер, которые давно вымерли чуть ли не 60 миллионов лет назад. Подобные загадочные существа до сих пор не имеют научного объяснения. Хотя существуют сведения о встречах с летающей рептилией, у которой обезьянье морда и размах крыльев не менее 4 метров. Ну, понятно, я не специалист, но когда приезжали там из университета, из колорадского уже специалисты, они говорят, ну, ничего, не можем объяснить это явление. Почему? Потому что они приехали, ребята, настроенные были, что нет, не может быть, это кто-то там подшутил, сделал вот эти вот следы, и в то же время они говорят, да нет, настоящие следы. То есть, если все правильно, так сказать, они там приводили масштабы, значит, то эта птица вообще в размах крыльев ее не меньше 4 метров. Птицы с такими параметрами способны нападать на мелкий скот и оставленных без внимания детей. и уносить их в свое гнездо. Ни один ученый местный не зафиксировал вот такую птицу, а местные жители говорят, да, вот прилетают гораздо больше грифов раза в два. Вот эти гигантские птицы, которые уносят там и овец, и бывало, что и людей уносило. Мне показывали газеты, ну, правда, это я был в 77-м году в Техасе, а показывали газеты, ну, примерно 60-х годов, и вот там все, в общем-то, описание было, и даже фотография птицы какой-то гигантская, правда, в сумерках сделана, что, значит, уносит кого-то, какое-то животное, ну, похоже на овцу, в общем, было. Приходится снова признать, что в природе существуют загадки, на которые просто нет ответа. Птицы обладают уникальными непознанными качествами, и неудивительно, что народы всего мира издавна почитали их. Славяне воспринимали поведение птиц как знамение. Если кричит сыч, то будет затяжной дождь. Сорока даром не стрекочет, либо к вестям, либо к гостям. А если близ дома смеется сова, то это либо к свадьбе, либо к новорожденному. Есть также поверие, что появление стаи белых птиц предвестник смерти. Так кто же они такие? Эти большие и маленькие загадочные существа, чьи способности до сих пор не дано понять ученым? Возможно ли, что с нами развивается и умнеет еще одна цивилизация? А может она более совершенна, чем мы? Не получится ли так, что в какой-то момент ее интересы пересекутся с интересами человечества? И начнется смертельная битва за власть на земле. И именно эта битва окончательно похоронит идею о том, что человек это царь природы. Суровой тайной окутано почти все, что связано с именем этого человека, вплоть до места его захоронения. могилу в Снаговском монастыре близ Бухареста многие считают пустой. Надгробная плита здесь всего лишь обман, призванный вводить в заблуждение жаждущих мести потомков жертв тирана. Определенно можно сказать только одно. Людская молва и время не преувеличивали его жестокость. Иногда он совершал героические поступки, но все же был не героем, а психопатом. Он сражался за независимость своей родины, оставаясь тираном и человек-убийцей. Таков был тот, кого в детстве звали просто Влад. В зрелые годы Влад Третий и Влад Цеперш, но более известный под именем Дракула. Место и время его рождения точно не установлены. Средневековая Валахия, то есть историческая область на юге Румынии, была далеко не самым уютным уголком Европы. И даже толстые стены замков и монастырей не обеспечивали надежную защиту ни людям, ни документам. Пламя бесчисленных пожаров истребило подавляющее большинство рукописных памятников. Так что год, когда родился будущий повелитель Валахии, можно назвать лишь приблизительно. Родился он в 1430-м году, в довольно состоятельной семье, а он получил для того времени хорошее воспитание, но был прирожденный воин при этом. И действительно был хорошим наездником, и сражался на мечах, и хорошо, согласно преданиям историческим фактом. Стрелял из лука, металл, копье, в общем, это был хороший воин. Где же все-таки мог родиться Дракула? Некоторые исследователи указывают на небольшой городок Сигишуара. Сейчас это территория современной Румынии. Город основали в 13-м веке немецкие колонисты из Саксонии. Там же они возвели на холме средневековую крепость, несколько церквей и знаменитую часовую башню высотой в 64 метра. В доме неподалеку от башни на Кузнечной улице увидел свет мальчик, чья кровавая слава ужасает людей даже через полтысячелетия. Надо заметить, что эпоха средневековья вообще оставила наиболее мрачный след в истории. Атмосфера того времени породила немало беспощадных садистов. И вполне могла породить самого настоящего вампира на фоне массовых и узаконенных бесчинств. Средневековая среда уничтожала красивых женщин. Почему? Это интересно. Под эгидой того, что они грешные мысли людей вызывают. Огромные тысячи какие-то сожглили. Все в основном красивые женщины. Да, и появился такой персонаж как Дракула, для которого потребление крови само собой разумеющее. По мнению современников, Влад был самым безобразным из трех сыновей господаря Валахея. Единственный аутентичный портрет будущего вампира, сохранившийся в тирольском замке Амброс, скорее всего приукрашен. Но жестокий рот, бездушные глаза князя все же могут дать некоторое представление о характере человека, изображенного на полотне. При среднем росте он отличался огромной физической силой. Не исключено, что внешность сыграла свою роль в формировании патологической жестокости Влада Третьего. Как бы то ни было, лицо на портрете неплохо согласуется с образом, встающим со страниц хроник. Первое прозвище Дракулы Цепеш, Влад Цепеш. Мало ли прозвищ давали средневековым правителям и вельможам, но это особенно. Цепеш слово румынское и в литературном переводе означает сажатель накол. Заостренный колб в качестве орудия казни одно из самых жутких изобретений Средневековья, заимствованное европейцами у тура. И как оказалось, именно это средство экзекуции больше всего любил Влад Третий. С его помощью он заставлял быть покорным свой народ и наказывал внешних врагов. Известно, что Валахия постоянно находилась в состоянии войны с Османской империей. Поэтому большинство подвергнутых экзекуции это пленные турки. Сильно доставалось и своим. Влад не жаловал бородяг и любого, кто был улечен в самом незначительном преступлении. После того, как тысячи воров погибли на кольях и сгорели в пламени костров на городских площадях, в Валахии не осталось ни одного нечистого на руку местного жителя. причем неважно кто это были и женщины или мужчины и воины или гражданское население. То есть он казнил всех как бы без разбора, но правда создавая видимость суда какого-то перед этим. Удивительно, но Кол оказался также весьма эффективным регулятором и в экономической деятельности. Когда несколько валахских купцов, обвиненных в незаконной торговле с иноверцами, испустили дух на рыночной площади в Сигешуаре, сотрудничеству с врагами христианства пришел конец. Передаваемые из уст вуста жуткие рассказы про кровавые оргии и садизм Влада Цепиша пугали не только обитателей Валахии, но и соседние княжества. Слухи о жестокости тирана повергали в шок даже кровожадных турок сельджокеров, которые были врагами валахского правителя. Однажды, а точнее в 1462 году, воины Османской империи после долгой осады взяли приступом замок Цепиша по Энаре. Влад сумел бежать из осажденной крепости и ускользнул от врагов. При этом жена князя, не желая попасть в руки захватчиков, не менее жестоких, чем ее супруг, бросилась с башни. Османские воины, надеясь обнаружить Цепиша, тщательно обыскали замок. А когда нашли спальню князя, то даже видавшие виды турецкие солдаты были повергнуты в шок. Он располагал свои спальни над не палатами, а над камерами, над камерами, где производились пытки и всевозможные мучения его врагов, чтобы слышать, но, будучи извращенцем, будем называть своими именами, он хотел слышать все, как там мучаются его пленники. Так когда же правитель Валахии превратился в свирепого тирана и беспощадного убийцу? Никаких садистских наклонностей ни его родители, ни его братья, ни другие близкие родственники никогда не замечали. При этом отец завещал трон именно Владу, а не другим своим сыновьям. Значит, все было в порядке, в том числе и с рассудком. Хотя в одной из легенд упоминается любопытный эпизод из детства Влада. Якобы малолетний княжич вырывал перья из крыльев пойманных птиц, и это было его любимым развлечением. Впрочем, за достоверность этого рассказа трудно ручаться. Равно как и нельзя доверять историческим слухам, что мальчик был психически неуравновешенным человеком. Если это даже и так, то данный факт тщательно скрывался, поскольку Влад был первенцем, то есть по закону считался наследником трона. Известный человек, хороший воин, ну, в общем, что-то с психикой у него случилось, и были припадки у него, то ли это эпилепсия, то ли еще какая-то психическая болезнь, причем чем старше он становился, чем чаще эти были припадки. В бою, конечно, он был бесстрашным воином, но жутко было даже его ближайшим сподвижником, когда он мог кромцать людей, скажем, убитый уже воин, он уже ничего не сделает, и вот Дракула все равно его там кромцает на куски. Но вернемся в наше время, в тот самый 2009 год, когда начались раскопки археологов в окрестностях замка Такат на севере Турции, там, где были обнаружены следы пребывания Дракулы. Исследователи тут же заявили, они, наконец, приподняли завесу тайны превращения благопристойного княжеского отпрыска Влада в кровожадного тирана. Руководитель раскопок Ибрахим Четин рассказал, что об этом свидетельствуют не только сделанные находки, но и некоторые исторические летописи. Вот этот ученый, и даже можно назвать его краевед, все-таки они ученые, он пытается доказать, что именно в его городе Такате на севере Турции сидел в пещере, ну, даже не в пещере, а в подвале сидел Дракула, когда он был совсем юный, Влад Цепеш, и он просто дожидался результата одной из битв как заложник между турками и валахами с одной стороны и венгерами с другой. Потом его благополучно отпустили, потому что в то время турки были союзниками жителей Валахии. Немного запутанная история, поэтому обо всем по порядку. Маленькое средневековое княжество Валахия лежало между Трансильванией, входящей в ту эпоху в состав Венгерского королевства и Османской империи. Само княжество такое положение вещей явно не устраивало, так как в любой момент государство могло быть захвачено либо венграми, либо османами. Чтобы уцелеть, правитель Валахии решил подписать униатский договор с Османской империей как более мощной военной державой. Однако такой союз отнимал у княжества значительную часть суверенитета. Более того, правитель Валахии должен был отправить заложником ко двору султана своего старшего сына. Если князь начинал проявлять строптивость, юношу ждала в лучшем случае смерть. Такая судьба была уготована и молодому Владу. Вместе с несколькими другими высокородными отроками, наследниками боснийских и сербских королей, он провел несколько лет в Турции в качестве заложника османского султана. Исторические хроники доказывают, что с мальчиками хорошо обращались и даже обучали. При этом, если так можно выразиться, гостеприимные хозяева не скупились на наглядные примеры, показывающие, что ждет всякого, кто вызовет гнев султана или его приближенных. Редкий день обходился без того, чтобы не продемонстрировать заложникам, как сажают на кол. Причем во время групповых экзекуций первыми жертвами всегда были цыгане. Гибель одного или нескольких несчастных кочевников являла собой как бы обязательный традиционный пролог к более масштабной кровавой драме. Какие чувства переполняли сердце Влада, когда он смотрел на предсмертные муки людей? Жалость, ужас, гнев? Или, может быть, страстное желание применить что-нибудь подобное к тем, кто держит его в плену? Во всяком случае, наследник Валахского трона должен был скрывать свои чувства и он в совершенстве овладел этим искусством. Но постоянно сдерживать себя он не мог. Психологические травмы привели к истерическим припадкам. Подросток стал упрямиться, отказывался подчиняться требованиям опекунов. Влада начали пороть, а потом и вовсе отправили в Токкат и заточили в темницу замка. И даже когда сидел еще в тюрьме вот в этом городке Токкат, он накалывал на щепки пауков, мышей, каких-то тараканов в камере, где он сидел и этим как бы наслаждался их мучениями, этих несчастных вот маленьких зверушек. В 1452 году Венгерское королевство напало на Валахи. Агрессора ничуть не смутил тот факт, что княжество было под защитой османов. Правителя Валахи убили. Тогда турки освободили Влада из темницы и вернули на родину, чтобы он занял опустевший валахский трон. Заряд ненависти к османам, накопившийся в душе молодого князя, был огромен. Влад горел желанием показать своим учителям, что хорошо усвоил все преподававшиеся ему науки. Насилие и хитрость, изощренную жестокость и искусство воевать. На четвертом году княжения Влад разом прекратил выплату всех форм дани османам. Это был открытый вызов. Султан отправил в Валахию карательный отряд в тысячу всадников, преподать урок непокорному вассалу и привести его голову в Стамбул в назидание прочим. Но все вышло иначе. Турки попытались заманить Влада в ловушку, но сами попали в окружение и сдались. По случаю небывалой победы молодой правитель Валахии устроил торжество кульминацией которого стала казнь захвачена в турок. Их посадили на коле всех до единого в течение одного дня. В 1462 году турки снова вторглись в Валахию. Застегнутый врасплох Влад Цепиш не успел собрать войска и был осажден в своем замке Пойнаре. В том самом, откуда ему удалось ускользнуть, оставив на верную гибель свою молодую жену. Дорога беглеца могла лежать только в Венгрию, но там его схватили и заточили в темницу. Три раза был в тюрьмах, три раза его отпускали, три раза он был князем и в результате закончил жизнь в местечке Снагов, территории нынешней Румынии, в замке Снагов. И многие участки, как бы фрагменты его жизни так и остались неизвестными, кроме вот этих жутких гравюр, которые прошли сквозь тысячелетия, показано огромное количество турок, сидящих на этих кольях. В замках Буды и Пешта Влад провел 12 лет. Вряд ли годы заточения в венгерских темницах способствовали смягчению его характера. Но князь рвался на свободу. И для этого он якобы смирил гордыню и даже перешел в католичество, но руководствовался безусловно какими-то другими соображениями. Цепишу было очень важно вернуться на родину и вновь занять Валахский трон. Но, как утверждают некоторые исследователи, было еще что-то очень важное, ради чего князь так стремился освободиться от цепей. По утверждениям некоторых современников Влада Цепиша, тех, кому удалось уцелеть в то лихолетие, Валахский князь не мог жить без лицезрения казни. Больше больше всего Влада возбуждала кровь. Кровь, которой истекали жертвы во время экзекуции. Он просто наслаждался красно-бурыми потоками и, согласно слухам, этой кровью утолял жажду. Вот тут и раскрывается самая загадочная сторона жизни Влада Цепиша. Валахский князь, человек-вампир. Значит, кровавым Дракулой он был прозван неспроста. Некоторые современные ученые считают, что люди-вампиры вовсе не выдумка писателей-фантастов. Не так давно медиками была открыта очень редкая болезнь порфирия. Она портит кровь, нарушая воспроизводство ее небелковых частей. При этом ученые обнаружили, что порфирия была наиболее распространена в маленьких деревнях Трансильвании, а также в регионах Средиземноморья и Причерноморья. Практически по всем симптомам больной, страдающей от запущенной формы порфирии, это типичный вампир. Найти причину недуга и описать протекание болезни смогли только во второй половине 20 века. Есть вампиризм вообще как таковой в обычном смысле? Есть это заболевание, есть такое, связанное с тем, что человеку не хватает некой химической субстанции, которая находится в крови. Это не означает, что он горло кому-то кусает, но просто внутри чего-то не хватает, он лекарства какие должен потреблять и так далее. Но почему так вот, я бы сказал, сильно возвеличивается роль этого, такая таинственность создается. Создается она потому, что определенным силам на нашей планете выгодно считать, что на земле не только люди живут, а иные тоже. В средние века люди-вампиры считались демонами, а не больными. Церковь вела с ними беспощадную многовековую борьбу. Согласно историческим данным, только с 1520 и по 1630 год в одной только Франции казнили более 30 тысяч человек, признанных вурдалаками. Это было проще, чем копаться в причинах аномального поведения людей, жаждущих насладиться кровью соплеменников. Многие считают, что это связано с близкородственным скрещением, то есть с инзенбридингом, когда нарушаются все вообще процессы в организме, физиологически и нарушается психика. Сюда же относятся явления оборотничества, которые сродни вампиризму, тоже целиком покоящиеся на нескольких болезнях, вот на этой дисплазии, на порфирии, заболевания крови и покровов, кожных покровов, когда они становятся практически другого цвета. Считается, что этой редкой формой генной патологии страдает один человек из 200 тысяч. Полость рта больного высыхает и ужесточается, что в результате приводит к тому, что резцы обнажаются до десен, создавая эффект оскала. Кроме того, у пациентов сильно бледнеет кожи. В дневное время они ощущают упадок силы вялость, которая сменяется более подвижным образом жизни в ночное время. И еще, страдающие порфирией не могут переносить запах чеснока. Единственное, что облегчает страдания больного свежая кровь. Значит, все легенды о том, что валахский князь-вампир не лишены основания. Осенью 1476 года Влад Цепиш вернулся на родину с войском наемников, чтобы вернуть себе трон. Но, видимо, военная удача навсегда покинула князя. Его дружина была разгромлена. Захватчики валахии хотели взять Цепиш живым и расправиться с ним так, как сам Дракула расправлялся с плененными врагами. То есть, с особой жестокостью и позором. Но Влад Цепиш решил принять смерть в бою. Исторические источники приводят различные версии его гибели. В некоторых хрониках говорится, что князь умер сам, без видимой причины, причем умер, сидя в седле. В других, кровавую попею валахского князя обрывают копье или меч. Источники сходятся лишь в описании последующих событий. Найдя тело Дракулы, враги изрубили его на куски и разбросали вокруг. Позднее монахи из Снаговского монастыря, не забывшие щедрости покойного, собрали останки и предали их земле. Смерть Цепиш вызвала среди современников оживленную дискуссию. Куда отправилась его душа на небеса или прямиком в пекло? Сторонники обеих точек зрения приводили свои аргументы. Но со временем возобладал третий вариант, который лег в основу следующей легенды. Тихоцкий перевал – одно из красивейших мест Румынии. От горизонта до горизонта вздымаются зеленые волны Карпатских гор. Лишь пение птиц, да редкое позвякивание колокольчиков на шеях коров, нарушают мирную тишину. Но поодаль, на неприступной скале все еще белеют, как кости, руины крепости Пайнария, орлиного гнезда Влада Цепиши. И многие из местных жителей до сих пор верят, что призрак Дракулы не ушел из этих мест, что душу безжалостного князя не приняли ни земля, ни неба. В наказание за свою жестокость при жизни и после смерти он обречен томиться жаждой человеческой крови. Днем он спит в развалинах, а по ночам в образе клыкастого вампира рыщет в поисках новых жертв. Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...